Многие, проезжая по велозаводскому мосту в Харькове, обращали внимание на огромный пустырь, практически до горизонта, который с моста видно как на ладони. Далеко не все знают, что раньше на этом месте находился промышленный гигант – завод «Серп и молот», крупнейшее моторостроительное предприятие СССР. Здесь стояли десятки цехов, в которых кипела грубая мужская работа. В этом видео мы расскажем историю одного из самых легендарных заводов Харькова под названием «Серп и молот». Годом основание завода считается 1881, когда харьковский предприниматель Максимилиан Гельферих открыл свой первый завод по производству сельскохозяйственной техники. Но мы начнем наш рассказ намного раньше. Максимилиан Христианович Гельферих родился 18 июня 1828 года в пригороде Штутгарда, в городе Лаухайме. В возрасте 22 лет он покинул родной город и отправился на поиски лучшей жизни. И судьба занесла его в город Одессу. На тот момент крупнейший портовый город Европы, в котором активно развивается торговля и бизнес. Максимилиан устраивается в компанию Беллино Фендерих, которая была основана в 1810 году двумя одесскими семьями Беллино и Фендерих. Долгое время компания занималась продажей импортной посуды. Но в конце 1850-х они перешли на продажу сельскохозяйственной техники. В 1865 году Беллино Фендерих основывает свой завод по производству сельскохозяйственной техники, который проработает до 1917 года. А после революции будет преобразован в Одесский станкостроительный завод. Компания начинает активно развиваться и планирует открыть новый склад-магазин в городе Харькове. На тот момент это был быстро растущий город, в котором проживает многочисленная немецкая диаспора. Это стало одной из причин, почему новый склад-магазин предложили возглавить именно Максимилиану. Он с радостью принимает данное предложение и в 1853 году переезжает в Харьков. В 1861 году отменяется крепостное право. Миллионы людей получают свободу. Многие из помещичьих хозяйств, потеряв бесплатную рабочую силу, разорились. В то же время у миллионов крестьян появились пусть и небольшие, но деньги. Это значительно увеличило оборот товаров в стране. А после того, как правительство Российской империи ввело эмбарго на ввоз заграничных товаров, начали массово открываться фабрики и заводы. Бывшие крепостные теперь могли уйти от своего помещика и устроиться работать на того, кто предложит большую зарплату. Или уехать в город и там устроиться на фабрику или завод. Помещики, в свою очередь, чтобы не разориться, начали заменять человеческий труд сельскохозяйственной техникой. Плугами, сейлками, баронками, молотилками, жадками, маслобойками, наконной и паровой тяге. Вскоре все эти процессы вызвали промышленную революцию и строительный бум в городах Российской империи. В это время Максимилиан Гельферих был управляющим складом-магазином компании Беллинофендерих. И прекрасно видел, как все эти процессы влияют на бизнес и экономику страны. После того, как компания Беллинофендерих перешла на продажу сельскохозяйственной техники, их оборот значительно вырос. Именно тогда Максимилиан Гельферих загорелся идеей открыть свое производство сельскохозяйственной техники в Харькове. Но на тот момент он был всего лишь управляющим магазином. И денег на постройку собственного завода у него, само собой, не было. Но в 1868 году Максимилиан женится на Жозефине Саде, которая происходила из знатной харьковской семьи купцов французского происхождения. Ее дедушка был влиятельнейшим харьковским чиновником, председателем торговой палаты. Заполучив финансовую поддержку семейства Саде, Максимилиан начинает реализовать свою бизнес-идею. И открывает собственный склад магазин по продаже сельскохозяйственной техники рядом с конным рынком. Магазин продавал всевозможные сейлки, жадки, молотилки, производство Англии, Франции, Германии и других стран. Главной отличительной чертой этого магазина было то, что всю технику перед продажей испытывали. Дорабатывали все недостатки в мастерской при магазине и продавали уже модернизированную продукцию. Как уже было сказано ранее, этот магазин находился рядом с конным рынком, который работает в Харькове с 1816 года. Рынок получил свое название благодаря ярмарке, которая проводилась три раза в год. На ней, среди прочей продукции, продавали лошадей. Улица Академика Павлова в те годы называлась Конюшиной, и на ней находились конюшни, в которых этих лошадей содержали. А вот на месте Академии Национальной Гвардии Украины с 1848 года начал свою работу Харьковский ипподром. И проработал он там недолго, и уже в 1861-м его перенесли на Сокольники. Почти два десятилетия пустырь, который остался после ипподрома, никак не использовался. Пока в 1879 году эту территорию не приобрел Максимилиан Гельферих, чтобы здесь выстроить свой завод. За несколько лет на этом пустыре были выстроены чугунолитейный, медилитейный, механосборочный и кузнечный цеха. Завод развивался очень быстрыми темпами и вскоре стал крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в Харькове. В 1896-м его преобразовали в товарищество, которое получило название Гельферихсаде. Максимилиан Гельферих, пытаясь повысить свою узнаваемость в Харькове, часто подписывался двойной фамилией, поскольку фамилия его жены, Саде, была очень известна в те времена в Харькове. И по той же причине добавил фамилию своей жены в название товарищества, которое он организовал. Поскольку завод находился на окраине Харькова, большинство рабочих были родом из Журавлевки, которая в то время представляла из себя сельскую местность. А вот руководство завода и инженеры были иностранцами, в основном немцами, англичанами и бельгийцами. Среди руководства завода были два брата Максимилиана – Альберт и Генрих. Товарищество обзавелось своими представительствами в других городах Российской империи. Например, в Омске и Ростове-на-Дону. Двухэтажное здание склада магазина товарищества Гильферихсаде сохранилось в городе Ростове и до наших дней. Сейчас в нем размещается Ростовский областной краеведческий музей. В 1887 году в Харькове на конном рынке проходит просто беспрецедентное событие. Первая в Российской империи выставка сельскохозяйственной техники. Эта выставка была по факту огромной рекламной акцией, целью которой было показать, что продукция Гильферихсаде не уступает по качеству заграничным образцам, а также доказать, что их продукция является одной из лучших в Российской империи. Сказать, что данная рекламная кампания удалась, не сказать ничего. По выставке написали многие крупные газеты Российской империи. Вслед за Максимилианом подобные выставки стали проводить другие крупные промышленники. Император Александр Третий предложил Максимилиану Христиановичу стать председателем комиссии по развитию сельского хозяйства Российской империи, но он от этого предложения отказался. Фамилию Саде, которая сделала Максимилиана известным на весь Харьков, знали теперь во всей Российской империи, но только потому, что перед ней шла приставка Гильферих. Помимо череды бесконечных успехов, были в жизни Максимилиана Гильфериха и трагические моменты. Его жена, любовь всей жизни и главный вдохновитель Жозефина Саде тяжело болела. Чем точно она болела, сейчас сказать уже сложно, но это было заболевание по женской линии. Именно поэтому у них не было детей. В 1895 году Жозефина Саде умирает. Это становится тяжелым ударом для Максимилиана Гильфериха. После ее смерти Максимилиан начинает активно тратить деньги на благотворительность. Он выделяет 3 миллиона царских рублей на постройку первой в городе специализированной женской больницы, при которой работает родильное отделение и проводятся курсы акушерства. В те годы большинство родов в городе принимали бабки-повитухи. Больница была полностью построена и начала свою работу в 1903 году. Эта больница продолжает работать и в наши дни. Сегодня в ней находится институт акушерства и гинекологии и второй роддом города Харькова. А на фасаде висит табличка с именем мецената, который выделил деньги на ее строительство. Максимилиан Гильферих начинает улучшать условия труда на своем заводе. Повышаются санитарные нормы. Рабочие начинают получать премии и надбавки. При заводе открывается пожарная часть, которая тушит пожары во всем окрестном районе. Рядом с женской больницей открывается школа, в которой дети рабочих могут учиться абсолютно бесплатно. Также в этой школе в свободное время учились сами рабочие, у которых не было образования. В советские годы на месте той школы, которую построил Максимилиан Гильферих, выстроили вот это вот здание, которую все знают как школу номер 3. Она считается наследницей той школы, которую открыл Максимилиан Гильферих. В 1901 году в Харькове открывается Николаевская больница на 300 коек. Из них только 46 были платными. На тот момент она стала самой большой больницей Харькова. Большую часть средств на ее постройку выделил Максимилиан Гильферих. Сегодня мы знаем эту больницу как 17-ю городскую. А в том здании, на которое выделял средства Максимилиан Гильферих, сегодня находится хоспис. Также Максимилиан Гильферих был основателем Харьковской либеритарианской общины. Выделял большие средства на постройку приютов для бездомных и для сирот. Открывал в городе музыкальные школы, женские гимназии. Основал множество общин, среди которых немецкая община Харькова, членами которой были Леопольд Гиршман и Жорж Борман. Также Максимилиан Гильферих выделил деньги на строительство больницы в родном Лаухайне, пригороде Штутгарда. И улицу, на которой находится больница, переименовали в Гильферихштрассе. Сам предприниматель жил в Харькове на улице Максимилиановской. И многие из горожан думают, что эта улица названа в честь него. На самом деле это неправда. Улица получила свое название в честь другого немца, Максимилиана Раупаха. Который владел данным земельным участком еще до того, как здесь появилась улица. Вот в этом доме на углу Максимилиановской и Пушкинской жил Герман Гельферих, брат Максимилиана и один из руководителей завода. Сам Максимилиан жил вот в этом доме. И несколько лет назад рядом с ним был установлен памятник в его честь. Также на этой улице находится консульство Российской Федерации. Здание, в котором оно находится, было построено в 1913 году. И проживал в нем один из руководителей завода, англичанин Чарльз Блейкхер. А вот в этом здании, на улице Москалевской 54, жил другой директор завода, Грюндлер Август. Многие из вас обращали внимание на вот это вот необычное здание по адресу маршала Бажанова 14. В народе этот дом называют замок немецкого промышленника. И многие уверены, что именно в этом доме жил Максимилиан Гельферих. На самом деле это здание было построено в 1913 году по проекту архитектора Александра Жепишевского. И было доходным домом товарищества Гельферих-Саде. А Максимилиан Гельферих умер 24 августа 1901 года. Был похоронен на втором городском кладбище и до наших дней его могила не сохранилась. В своем завещании он написал потратить все его сбережения на благотворительность. После смерти Максимилиана руководить заводом начали его братья и другие представители товарищества. Предприятие продолжило активно развиваться и наращивать объемы производства. Но к началу 20-го столетия Харьков стал одним из крупнейших промышленников Российской империи. Основная часть населения города были рабочие и их семьи. А среди рабочих активно распространялись марксистские идеи. В 1900 году в Харькове состоялась первая в Российской империи первомайская демонстрация, на которую вышло более 10 тысяч человек, в том числе почти все работники завода Гельферих-Саде. Данная демонстрация стала настолько беспрецедентным событием для Российской империи, что вскоре Ленин написал об этом книгу «Майские дни в Харькове». С 1900 по 1903 в Российской империи прошел сильнейший экономический кризис. Многие предприятия закрывались, количество безработных постоянно росло. В 1903 году начинается русско-японская война, которая должна была стать легким походом, а стала одной из самых провальных военных кампаний в истории страны. В то же время большая часть населения страны жила за чертой бедности. Все это в сумме вызвало настоящий бум подпольных антиправительственных организаций. В Харькове одним из центров подполья стало вот это вот здание. Многие из врачей были сторонниками левых идей, потому организовали подпольную антиправительственную организацию, которая общалась с такими же организациями на всех крупных заводах Харькова. Антиправительственные организации начали готовить революцию, и в подвале этого здания организовали склад оружия и листовок. 9 января 1905 года главный оппозиционер Российской империи Поп Гапон собрал многотысячный митинг и повел людей к царю. Все это закончилось массовой давкой и столкновениями, в которых погибло примерно 200 человек и еще около 800 получило ранения. В историю этот день вошел как кровавое воскресенье. Уже через несколько дней по всем городам Российской империи начались массовые забастовки. В некоторых городах ситуация окончательно вышла из-под контроля и начались столкновения рабочих дружин с правительственными войсками. Все это вошло в историю как первая русская революция. Харьковские подпольные антиправительственные организации также не упустили возможности организовать в городе революцию. Среди восставших были рабочие Курска-Харьково-Азовской железной дороги, Балашовской железной дороги, Харьковского паровозостроительного завода, завода сельскохозяйственных машин Гельферихсаде и многих других харьковских заводов и фабрик. Центром восстания должен был стать завод Гельферихсаде. Именно там с 10 декабря началось формирование боевых дружин. Рабочие вооружались пистолетами, винтовками и бомбами. С 10 декабря в Харькове начались массовые аресты всех антиправительственных организаций города. Руководство над боевыми дружинами на заводе Гельферихсаде взял обычный рабочий Харьковского паровозостроительного завода Федор Сергеев, более известный по прозвищу товарищ Артем. 12 декабря 1905 года в 5 часов утра на Конной площади перед заводом Гельферихсаде выстроились правительственные войска. Пехота с винтовками, артиллерия и казацкие кавалерийские полки. Правительственные войска полностью блокировали завод и выдвинули восставшим рабочим требование сдаваться. Часть рабочих приняла данное предложение и вышла с поднятыми руками, но основная часть рабочих начала готовиться к обороне, строя баррикады и превращая завод в крепость. На рассвете правительственные войска начали штурм, который рабочим удалось отбить. После этого правительственные войска отошли вглубь площади и начали обстрел завода из артиллерии. Большинство рабочих были вооружены пистолетами и бомбами, которые на большой дистанции были абсолютно неэффективными. А вот обстрелы артиллерией полностью обвалили цеховые стены, которые были обращены к площади. В это же время на привокзальной площади в Харькове проходит еще одно восстание. Среди восставших были рабочие Курска, Харькова, Азовской железной дороги и целого ряда других предприятий. Всего около 3000 человек. Восстание возглавил Матвей Муранов. Восставшие захватили железнодорожный вокзал и направились в центр города. Там захватили склады и правительственные здания. После чего на их сторону перешел Тамбовский пехотный полк, который в то время базировался в Харькове. После этого рабочие объединяются, чтобы деблокировать своих товарищей, которые находятся в окруженном заводе Гильферихсаде. Навстречу колонии рабочих выдвигается конный казацкий полк. Начинаются бои на улице Молочной, доходят до рукопашных стычек. В это же время проходит еще одно восстание возле Балашовского вокзала, которое очень быстро подавили. Завод удалось деблокировать лишь частично, благодаря чему из него сбежала часть рабочих, в том числе товарищ Артем. После этого правительственные войска начали стрелять из пушек прямо в толпу восставших рабочих. И они в панике разбежались в разные стороны. Окончательно подавить восстание и разоружить Тамбовский пехотный полк удалось лишь 25 декабря. Большинство организаторов восстания были арестованы и репрессированы. Остальных восставших рабочих амнистировали. Артем спрятался в морге Харьковской психиатрической больницы под видом трупа, а потом бежал из страны. После установления в Харькове советской власти в городе появилась улица имени Артема, улица имени Матвея Муранова. Оконную площадь переименовали в площадь восстания. Под таким названием она просуществовала до 2015 года. После революции завод быстро отстраивается и восстанавливает разрушенные в ходе боев цеха. Объемы производства постоянно растут и появляется логическая потребность в переносе завода на новую площадку. Вскоре руководство Гельферихсаде находит идеальную площадку для переноса завода. Большой участок с ровным рельефом между Балашовской железной дорогой и рекой Немышлей. Здесь находились цеха бельгийских промышленников, которые Гельферихсаде выкупили и перестроили под себя. Новая площадка позволила значительно расширить объемы производства. А близость к железной дороге позволила более удобно подвозить сырье и вывозить готовую продукцию. В 1907 году завод полностью перебрался на новую площадку. В то же время, чтобы не допускать новых подпольных организаций у себя на заводе, руководство Гельферихсаде начинает улучшать условия труда, а также заботится о досуге своих рабочих. Благодаря этому при заводе открывается множество спортивных секций. Среди рабочих завода было много англичан и бельгийцев, которые часто играли в футбол друг с другом. На пустыре, который находился неподалеку от старой площадки завода. На этом месте сейчас находится универмаг Харьков. Увидев интерес рабочих своего завода к футболу, руководство решило организовать одну из первых в Харькове футбольных команд под названием Гельферихсаде. Уже через год, в 1908 году, товарищество Гельферихсаде выстраивает первый профессиональный футбольный стадион с трибунами в городе Харькове. С этим стадионом связано множество интересных спортивных событий нашего города. Поговаривают, что еще до революции сборная Харькова на этом стадионе разгромила Мюнхенскую Баварию. Правда, документальных подтверждений этому нет. С 10 по 21 августа 1921 года на этом стадионе прошел первый чемпионат Советской Украины по футболу, который назывался «Всеукраинский праздник физкультуры». В чемпионате приняло участие 8 команд – сборная Харькова, Одессы, Херсона, Киева, Катеринослава, Полтавы, клуб имени Артема из Таганрога и команда Наваль из Николаева. Победила сборная Харькова, обыграв в финале Одесситов 2-1. В 1922 году стадион был переименован в «Серп и Молот». До войны здесь проводилось множество важных футбольных матчей. Можно сказать, что это был главный футбольный стадион города. С 50-х главным стадионом Харькова стал «Металист», а «Серп и Молот» постепенно начал отходить на второй план. Но здесь продолжали проводить спортивные мероприятия. Сюда приходили на физкультуру ученики местных школ, а зимой здесь устанавливали новогоднюю елку и делали каток. В 90-е стадион прекратил свою деятельность как спортивный объект. Вместо футбольных матчей здесь стали продавать саженцы деревьев. И только в последние годы его снова начали приводить в порядок. Товарищество Гильферихсаде на протяжении всей своей истории наращивало объемы производства. Исключением не стали даже годы Первой мировой войны. Перед Октябрьской революцией на заводе работало более 3000 человек. Это был второй по размерам завод в Харькове. Когда началась Октябрьская революция, вслед за рабочими Москвы и Петрограда забастовку объявили рабочие харьковских предприятий, в том числе Гильферихсаде. Когда на улицах Харькова начали появляться листовки с призывами к гражданской войне, несколько сотен рабочих заводов вступили в Красную гвардию. Руководство товарищества Гильферихсаде, понимая, что ситуация окончательно вышла из-под контроля, объявляет о закрытии завода и переносит управление товариществом в город Ростов, где находилась одна из представительств товарищества, который на тот момент контролировался войсками генерала Каледина и был безопасным для них местом. После того, как руководство сбежало, рабочие завода организовали комиссию, которая постановила, что завод продолжит работу, и заявили о национализации предприятия. Новым директором объявили обычного рабочего, электрика Владимира Вежукова. Завод начал выполнять военные заказы, ремонтировать бронепоезда, артиллерийские орудия и пулеметы. Рабочие заводы принимали активное участие в боях против войск Германии и Центральной Рады, которые вошли в Харьков 8 апреля 1918 года. После того, как УНР вошло в Харьков, начался массовый террор всех, кто мог быть причастен к большевистскому движению. Многих рабочих расстреляли, трупы по несколько дней лежали на улицах. 3 января 1919 года в Харькове проходит еще одно восстание, в ходе которого в городе устанавливается советская власть. И завод снова возобновил свою работу. Уже в мае 1919 года на Харьков начали наступать вооруженные силы Юга России – Белые. Большая часть рабочих, примерно 1000 человек, вступили в ряды Красной Армии и начали готовить город к обороне. С 24 июня по 12 декабря 1919 года город находился под контролем Белой Гвардии. В это время завод полностью опустел. Все рабочие ушли из города, потому что боялись, что денекинцы повторят такой же террор, который устроили УНРовцы. 12 декабря 1919 года Красная Армия снова взяла под контроль Харьков. С этого момента началось восстановление завода. В 1920 году завод возобновил производство сельскохозяйственной техники. Производили ее в полуразрушенных цехах с постоянной нехваткой сырья и перебоями в электроэнергии. Завод выпускал все те же плуги, сейлки, жатки, молотилки в основном для конной тяги. В 1922 году завод Гильферихсаде объединяет с заводом Мельгоза. Новое предприятие получает название «Первый государственный завод по производству сельскохозяйственных машин серп и молот». В 1925 году завод полностью восстанавливается и выходит на дореволюционный объем производства. Уже через три года, к началу первой пятилетки, завод в два раза превосходит дореволюционные объемы производства. В годы первой пятилетки завод полностью переоборудовали. И он начал производить плуги, баронки, свеклокопатели, молотилки, зерноочистные машины и другую продукцию уже для тракторов. В 1935 на заводе работало 9 тысяч человек. В 1941 завод переоборудуют на производство военной продукции. Когда фронт приближается к Харькову, предприятие эвакуируют в Саратов. Там его объединили с заводом, который производил детали для тракторов. Новое предприятие получило название «Серп и молот». И этот завод продолжает свою работу и в наши дни. В Харьков завод вернулся только в 1944 году. Рабочие снова начали выпуск продукции в полуразрушенных цехах. Завод отстраивали на протяжении пяти лет, не прекращая выпуск продукции. В 1949 году произошел переломный момент в истории завода. На нем было сформировано специальное конструкторское бюро – СКБ, которое занималось проектированием двигателей для сельскохозяйственной техники. Впоследствии оно станет главным конструкторским бюро в Советском Союзе по проектированию двигателей для сельскохозяйственной техники. С того момента завод был полностью переоборудован и начал выпуск бензиновых и дизельных двигателей для тракторов и комбайнов под маркой «СМД» – «Серп и молот двигатель». С 1950 года завод начинает массово выпускать бензиновые и дизельные двигатели для тракторов и комбайнов. Конструкторское бюро постоянно разрабатывает новые модели и дорабатывает старые. Правда, стоит признаться, что советские двигатели под маркой «СМД» были доработанными версиями немецких двигателей, образцы которых Советский Союз заполучил в 1945 году. Завод «Серп и молот» наращивает объемы производства и расширяет модельный ряд. В 1966 предприятию присваивает Орден Ленина. Через год с конвейера завода сходит миллионный двигатель. Производственные мощности завода составляли 39 автоматических и 125 поточных линий. В 70-е завод состоял из 14 основных и 12 вспомогательных цехов. В 80-е годы завод приблизился к отметке в 200 тысяч двигателей в год. Более 100 разных моделей и модификаций, которые устанавливались абсолютно на разную технику. Помимо этого, двигатели под маркой «СМД», разработанные конструкторским бюро завода, производились на Харьковском заводе тракторных двигателей, Гомельском заводе пусковых двигателей, Алтайском заводе агрегатов, Липецком заводе пусковых двигателей и на Михайловском заводе пусковых двигателей. В 80-е предприятие получило еще несколько престижных наград – Орден Красного Знамени и Орден Октябрьской Революции. Три рабочих завода удостоились звания Герой Социалистического Труда. Перед развалом СССР на заводе работало 17 тысяч человек, и он производил 200 тысяч двигателей в год. Мировой нефтяной кризис 1972 года привел к тому, что все производители двигателей в мире начали гонку за максимально экономичный двигатель. Город моторов Детройт проиграл эту гонку и стал городом призраков. А вот Советский Союз в эту гонку решил даже не ввязываться, поскольку проблем с нефтью в стране не было. Более того, трактористы и комбайнеры получали зарплату за выкатанное топливо. И чтобы повысить себе зарплату, они сливали топливо в канистры и тазики, и даже выливали его в землю. В годы застоя в Советском Союзе значительно увеличилось потребление алкоголя населением. В стране началась борьба с алкоголиками и тунеядцами. Думаю, многие из вас прекрасно помнят советский фильм «Приключения Шурика». Вот только в реальной жизни эта борьба проходила не так гладко. Многих тунеядцев принудительно устраивали на заводы, платили им такую же зарплату, как и всем, и уволить их не могли. Ну а работать они, само собой, не хотели. Потому постоянно халтурили и гнали брак. От руководства завода в это время исключительно требовали количество двигателей, но не требовали их качеств. Двигатель – это достаточно сложное изделие, и чтобы он нормально работал, все детали должны быть подогнаны друг под друга. Но многие детали делались не под опуском. За счет этого в двигателе не могло нормально циркулировать масло, и детали просто стирались друг об друга. По чертежам, СМД был достаточно неплохим. На деле же он был очень низкого качества. Доходило до того, что новую технику с двигателем СМД сразу же при покупке разбирали, устраняли все недостатки и только тогда начинали работать. Были даже случаи, когда с новой техники снимали двигатель СМД и на его место устанавливали двигатель ЯМЗ с Ярославского моторного завода. В начале 90-х, когда начались задержки по зарплате, многие из рабочих не связывали это с качеством продукции, а начали работать еще хуже, и постоянно искали, что можно вынести с завода, чтобы получить быстрые живые деньги. Руководство предприятия, в свою очередь, не думало над тем, что нужно усовершенствовать продукцию, модернизировать завод, заставить рабочих нормально работать. Они размышляли, как списать часть двигателей на брак и продать их куда-то налево, или как списать часть танков и продать их. В свою очередь, руководство региона также не думало о том, как спасти предприятие. Они прекрасно понимали, что если распилить один цех вместе с оборудованием на металлолом, то получится примерно 2 миллиона долларов живых денег. Само собой, было очень много людей на всех уровнях, которые прекрасно понимали, что все катится в пропасть. Но в той системе, которая сложилась, они уже ничего не могли исправить. Потому большинство из таких людей просто уволилось, чтобы не смотреть, как родное для них предприятие разворовывают и уничтожают прямо на глазах. Завод начнут ускоренными темпами банкротить, ссылаясь на то, что он производит неконкурентоспособную продукцию. Заявление нашего правительства о том, что завод «Серп и Молот» и другие заводы сельхозмашиностроения были устаревшие, полное вранье. За очень крупные деньги завозились сюда новейшие, японские, западногерманские и другие автоматические линии. Здесь был построен громадный комплекс, который называется «Сбиг». Этот комплекс не проработал ни одного дня, его порезали на куски. Все эти промышленные роботы, все автоматические линии, все порезаны на куски. В 2002 году завод произвел 275 двигателей. Через год началась процедура банкротства. При этом для модернизации предприятия нужен был всего миллион долларов. Новые линии стояли в масле и ждали, когда их запустят. Но никому не было дела до спасения завода. Цеха начали пилить на металлолом, чтобы погасить задолженности. Металлолома на заводе было много, начиная от силовых кабелей и заканчивая маленькой чугунной плиткой, в которой были выложены полы в цехах. Такая плитка использовалась как неприкосновенный запас. В случае войны она сразу же отправлялась в летейку. Японские автоматические линии и немецкие промышленные роботы, которые не проработали ни единого дня, были также распилены на металлолом. К 2005 от завода остались пустые коробки, которые начали демонтировать с помощью взрывов. Вместе с заводом было закрыто и уничтожено большинство объектов, которые находились на его балансе. Например, детский сад, вечернюю школу, поликлинику, музей истории завода, детский оздоровительный лагерь на Печенежском водохранилище. По сути, мы свою промышленность уже потеряли. Ее уже нет. То есть, деиндустриализация произошла. Вот здесь кузня была. Кузня, которая была еще с 1800 какого-то года. И вот. Дальше инструментальный цех. Все это разобрали. Вот это там литейный цех был. Тоже с 1800 какого-то года. Вскоре городские власти Харькова заявили, что на месте завода «Серп и молот» появится новый район. Был анонсирован проект «Изумрудная долина». Проект оценивали в 1 миллиард 100 миллионов долларов. Он подразумевал строительство жилого микрорайона на 9 тысяч человек, школы, детского сада, стадиона, торгового центра и ряда бизнес-центров вдоль реки Немышли. Также по новому району должен был пройти скоростной трамвай с подземными станциями. Рассказы о проекте звучали очень круто, но они остались всего лишь рассказами и красивыми картинками. Я помню завод уже в виде огромных пустых бетонных коробок, по которым мне нравилось лазить в подростковые годы. Тогда я не понимал весь масштаб катастрофы, ведь как раз в то время уничтожали огромный завод, в котором стояли сотни станков, работали мостовые краны, было установлено кузнечно-прессовое оборудование, стояло литейное оборудование и печи для закаливания, были установлены новые сборочные линии, на нем были проведены все нужные коммуникации, установлена собственная электроподстанция. Все это было уничтожено просто ради выгоды группы людей. Ведь завод можно было сохранить, на нем можно было делать не двигатели, а просто превратить в металлообрабатывающие предприятия, или распродать его цеха и сделать частные мастерские. Даже если все оборудование вырезали, можно было сохранить цеха с мостовыми кранами и сдавать их в аренду как склады. Но из-за жадности наших чиновников, завод превратили именно в пустырь. Последние здания были взорваны 4 октября 2015 года. После этого огромный пустырь площадью в 56 гектаров, который находится в 5 километрах от центра Харькова, превратили в свалку строительного мусора. На этом, думаю, историю завода можно заканчивать. Звук для этого видео, как всегда, обрабатывал Тарас Петренко. Ссылки на его инстаграм будут в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!